Тестирование школьников на предмет употребления наркотиков – инициатива федеральная. Причем первым о необходимости подобного метасвидетельствования заговорил глава государства Дмитрий Медведев. Вслед за президентом России этот проект поддержало большинство чиновников. Из интервью Геннадия Онищенко, главного санитарного врача России, изданию «Российская газета». Я самый яростный сторонник тестирования. Если у школьника найдут на руках следы наркотиков, то на ранней стадии ребенка будет вытащить легче, чем тогда, когда он уже попадет в зависимость. Пока что тестирование – это всего лишь проект. Некоторые нюансы и детали реформы еще уточняются. Правда, во многих регионах в порядке эксперимента метасвидетельствования уже успели провести. Школы отбирались по, скажем так, наибольшей возможности, наибольшей эффективности проведения и со стороны здравоохранения этого тестирования, и со стороны возможности организации. Подчеркиваю, тестирование добровольное. Однако как раз по этому поводу и образовался казус регионального масштаба. Не в угоду чиновникам школа номер два города Стародуба в полном составе 348 учеников отказались от теста. Но 100% отказов нет ни в одном из районов Брянской области. И как теперь объяснить такую, по меньшей мере, странную реакцию? Это было впервые, это был первый опыт, который дал первые результаты, но в то же время показал и первые ошибки и недостатки, которые сейчас усиленно анализируются. Начальник управления образования, науки и культуры города Стародуба Анастасия Волчек пытается найти объяснение негативным показателям ее ведомства. По мнению руководителя, причиной отказов родителей и детей являются недоработки педагогического состава. Мы, наверное, были неубедительны, когда проводили разъяснительную работу. Конкретным исполнителям этого приказа, конечно же, мы определили, в первую очередь, директора школы и заместителя директора по воспитательной работе. Именно директор должен был провести разъяснительную работу с родителями. Однако должным образом что и зачем не объяснил. Ну или не захотел объяснять. Позже был уволен приказом главы города Стародуба с формулировкой «несоответствие занимаемой должности». Трудовой договор был расторгнут. В настоящее время директор школы не работает прежней. В школе новый директор. А вот и новый руководитель школы номер два Елена Бурая. Переведена в учреждение три недели назад. А до этого занимала пост заместителя местного РОНО. То есть как раз была правой рукой Анастасия Волчек. То, что на словах начинают объяснять, что это проходит по всей России, но почему тогда только в школе номер два, родителям объяснить очень сложно. Теперь Елена Михайловна вместе с преподавателями и родителями горой стоит за детей. По общему мнению, ученики школы номер два не нуждаются в тестировании. Наоборот, занимают активную гражданскую позицию. Достаточно большой процент детей, которые заняты дополнительным развиванием, занимаются спортом. У нас сейчас есть большой здравительный комплекс построен. То есть есть где время убить. В споре рождается истина. Если дети действительно борются за общественные ценности, почему же тогда не подали положительный пример своим сверстникам из других школ? Вопрос повисает в воздухе. Это будет как бы моя проблема, если я увижу изменения в поведении, во-первых, своего ребенка. Это сразу будет видно. То, естественно, я, как родитель, уже буду обращать внимание на своего ребенка. И не только это будет как бы тестирование на наркотики. А есть очень много других форм для того, чтобы ребенка увести от этого общения. Есть стародубие и претензии к самой реформе. Например, к анонимности проведения тестов на наркотики. Если в малом городе пойдут слухи о том, что их ребенок ходил в больницу, да, не массово, а в группе, допустим, есть еще, а почему их туда взять? Малый город – это своя специальность, свои проблемы. И зачастую вот массовыми средствами борьбы с наркотиками здесь может быть подход, может быть, немножко другой. С одной стороны, безоговорочное доверие родителей и педагогов детям можно понять. С другой, меры предосторожности все-таки необходимы. Вот по этому поводу данные управления наркоконтроля. Среди районов области Стародуб больше всего зарегистрировано преступление именно связано с наркотическими средствами растительного происхождения, а именно марихуаны. По результатам первого пробного тестирования на наркотики в Брянской области согласие дало 49% опрошенных. Из этого числа у 1% детей тест дал положительный результат. Фактически предрасположенность к запрещенным веществам. Виталий Угримов, Дмитрий Комаров, Максим Кузнецов. События. Брянск. Стародуб.